А теперь обо всем подробнее. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб рассказали об итогах проделанной за отчетный период работы. На встречу побывала и наша съемочная группа. 1900 обращений поступило в Люберецкую полицию на минувшей неделе. За отчетный период возбуждено 25 уголовных дел. 20 преступлений стражам порядка удалось раскрыть по горячим следам. Обильный снегопад спровоцировал большое количество ДТП. На территории обслуживания ведомства произошло 229 аварий. Есть погибшие. Поселок Октябрьский, ДТП на 23-м километре Новоризанской шоссе, где перевернулась газель у нас. Там есть погибшие, пострадавшие, которые там находились. То есть данный водитель задержан, возбуждено уголовное дело, арестован. По сигналу тревоги, люберецкие спасатели выезжали 47 раз. Три вызова было связано с пожарами. На территории городского округа Люберцы зафиксировано два происшествия. Оба – без пострадавших. 30 марта в 17 часов 28 минут загорание цельнометаллической строительной бытовки по адресу поселок Октябрьский, улица 60 лет Победы, дом 1. По прибытию пожарных автомобилей было загорание цельнометаллической бытовки на площади 12 квадратных метров. Без пострадавших. Безаварийно работала на прошлой неделе система ЖКХ. В плановом режиме продолжается замена лифтов в многоквартирных домах. В этом году в программу капитального ремонта попало 12 МКД. В них обновят 37 единиц оборудования. На данный момент в работе находится 5 лифтов. В многоквартирных домах, которые находятся в обслуживании управляющей компанией ЛГЖТ, три лифта и управляющей компанией СССР – два лифта. Уже выполнен один лифт. В проделанной работе отчитались сотрудники управления благоустройства и дорожного хозяйства, а также представители экстренных служб и здравоохранения. В конце встречи участники совещания ознакомились со спортивными успехами люберчан. Луиза Игия Заря, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.